Ребята, всем привет! С вами Алексей, вы на канале Сантехстроя. Мы на этом в объекте уже с вами встречались, да, сейчас у нас уже часовая установка. Я немножко освежу вам память, да, скину отрывочек, как было, да, и как сейчас стало. Здесь мы видим, мы здесь взяли спену и оставили где-то примерно 2 см для того, чтобы можно было там заделать клеем. Верхние выходы мы не пропенем, верхние выходы на смесители мы здесь оставляем для того, чтобы можно было заделать бетоном, чтобы они стояли жёсткие. Забили трубу мы за канализацией, почему? Потому что здесь стена сама по себе тонкая, пришлось как бы здесь частично выбить, для того, чтобы можно было закинуть трубы под, ну, вот эти вот трубы на воду под нашей канализации. Мы ещё сверху промажем здесь силиконом в этой части, и вот так вот мы всё это реализовали. Всё равно пошло в штропе дальше, сейчас мы это всё зафиксируем, и уже поставим вот такую вот монтажную заглушку, и дальше уже потом будет на плитку ложиться уже хромированная часть. Вот такая вот, ещё уже потом, если видим здесь 22 усика, она вот так вот, как бы говоря, оденется. Инсталляцию мы уже закрепили, она стоит уже здесь жёсткая, в этой части здесь будет туалет, здесь установили также инсталляцию, инсталляция фирмы ТЭС. Дальше мы что сделали? Перенесли, если помним, здесь этот весь стояк уже, удлинили, сделали чётко по размерам, которые в проекте. Также вот так вот реализовали через, видим, угол 45, и здесь вот так 45-ми углами, два 40-ми угла, завели сюда, и здесь так же самое два угла под 45, и уже сделали выход под нашу монтажную. Если видим, мы сейчас устанавливаем вот такой вот смеситель, смеситель у нас, видим, с термостатом он получается, можно регулировать здесь температуру, и так же самое на набор на лейку и на верхний тропический душ. Вот так нам всё смотрится, в таком чёрном, грубо говоря, стильном цвете, и вот такая вот ещё будет декоративная чашечка, и висеть леечка. Да, и сейчас мы это всё будем устанавливать. Если помни, да, вот здесь, как я и говорил, будут такие вот полочки, немножечко здесь дизайнер переиграл, да, потому что здесь, если помни, да, когда смотрят за нашим каналом, были такие небольшие нюансы. Здесь проходила труба, если видим трасс, здесь реализовывался пол, если понимаем, это квартира, ребята, да, помню, как там стояки, да, нам приходилось спускаться к соседу вниз, скажу, что сосед нормальный, да, вот, я здесь недавно смотрел на канале Сантехник Лайф, да, когда он сверху у соседа обрезал радиатор, так же самое нам повезло, сосед нормально опустил, мы переделали стояк, а постели ниже, всё это проштрубили и реализовали трасс в пол. Сейчас здесь, если видим, идёт водоплодка, и всё здесь будет вода сходить в эту часть, как бы, что, как бы, задумка заказчика реализована, я думаю, что получилось, вроде бы неплохо. Так же установили вот такие вот смесители, смесители мы устанавливаем фирмы Shell, вот, они, как бы, на нашей рынке они довольно-таки более актуальны, как бы, да, и здесь видим, стоит вот такой сифон, мы сюда ставили, сифон фирмы Alcoplan, да, это сифон для кондиционера, здесь сюда сходят шланги от кондиционера, это можно будет снять крышечку и там, грубо говоря, если что-то надо там почистить, подреализовать, и выход для стиральной машинки, сюда сифон стоит, и краник также, тоже фирмы Shell. Хотели мы установить сюда, брать, вот, ну, да, здесь реализовать вручную установку для инсталляции, сюда мы ещё хотели поставить полотенцесушитель, он тоже будет чёрного цвета, в стиле всех смесителей, вот, и будет тоже так же аккуратненько, здесь чашечки будут, и краники, довольно будет эстетично и красиво смотреться, а вот в этой части потом ещё будет здесь декоративная такая с мебелью будет каркас, я так же вам всё это покажу. Смотрите, какой здесь нюанс, здесь получается, заказчики с нас уже приобрели вот такой вот унитаз, да, для чистовой установки, но здесь расстояние совсем, ну, как бы, отличается, если видим, да, у инсталляции здесь получается 20, ну, как бы 22 сантиметра до центра канализации, в этой части получается у нас, ну, 18 с половиной, ну, будем говорить, 18, и выходы вот эти вот, все, будем говорить, реализовать под вот этот вот, ну, выход часового унитаза не получится, и тоже, если вы будете покупать, и захотите, чтобы вам монтажники установили вот такой вот, ну, под такой вот унитаз, это тоже надо заранее говорить, и это не всегда можно будет реализовать, это, получается, всё это делается от самого стояка, именно канализации, и бывает такое, что сам стояк поднят выше, и реализовать это, ну, вероятно, возможности вообще нету, это тоже на данном этапе, как бы, всё это с этим, с монтажниками, грубо говоря, всё это отговорит. Есть три этапа, есть крепление, крепление для крепежа самой вот такой вот напольной горшка, да, креп полный, ну, примерно вот такой вот, он просто ставится, подгоняется, и здесь всё это крепится, вот, и в объекте идёт вот такой вот выход, он, получается, как бы, идёт в пол, можно всё это потом, конечно, красиво реализовать. Ну, будет у меня сейчас вот эта вот чистовая на унитаз, будет привозить подвесны, и потом, конечно, мы будем также всё это устанавливать, и будем в туалете также устанавливать умывальники, и тоже для самой инсталляции, как бы, в свете чистовую, но это тоже будет чуть-чуть попозже, сейчас получится немножечко, будет обмен, и потом мы опять приступим к работе, я также покажу, что у нас получилось в дальнейшем, так что смотрим и не переключаемся, а мы поливали. Ну вот, ребята, приехали другие уже унитазы, вот, их обменяли на те, которые уже должны будут у нас стоять, и эти времени уже приехала столешница, тоже всё установили, и сейчас уже будем монтировать, унитазы устанавливать, вот такие вот будут кнопочки, также фирмы КЦ, вот, сейчас всё это мы здесь уже понавешиваем, и я покажу унитаз, который получился, и также в этой части, сейчас будем убирать старый унитаз, и сюда это всё это устанавливаем, ну, и дальше будет уже полотенцесушитель, установим сюда краны, я думаю, что так же всё это увидите, вот так, ребята, мы уже всё сделали, здесь установили кнопку, вот так она стильно выглядит, чёрного цвета, цвета, отпечатка также на ней не видно, и вот так всё это получилось. в этой части также, всё стоит, сейчас будем приступать к монтажу этих смесителей и сифонов, также покажу, как это будет выглядеть. сейчас набираем такое количество материала, уголков, отводиков, отводов, трубок, я не знаю, для чего это мы взяли, взяли секунды, вот такого плана у нас будет намывальный кин, клик-лак, такого плана, вот, и сейчас мы будем устанавливать уже подводы к моркам, здесь видим, вот там, как оружие было, наверное, к разместителям мы установили, вот так эстетически всё это смотрится, вот, довольно так списывается в дизайне интерьера, вот здесь ещё такого бывает, смотрите, выход для канализации у нас получается вот в этом месте, а выход канализации уже слива, да, вот в этом месте, и получается принцип такой, что нужно как-то будет обыграть, сделать так, чтобы сифон аккуратненько уже выходил непосредственно в выход под канализацию, почему это было изначально так сделано, мы не знаем, потому что всё это делалось по проекту, и так на всех этих выходах, вот, может потом разместили, подели что-то, ну, не будет смотреться эстетически, и решили, можно поменять немножечко какой-то размер, так же само и в этой части, вот, стоит мойка, и такая вот такая же самая ситуация, если видим, пол канализации, вот так всё, эта шкафа прошула здесь, установили бойлер здесь, в этой части, всё это так вот закрывается, и на кухне, тем временем уже приехала мойка, также кухонный вернитуру, здесь мы просиликонили сейчас всё, пока сейчас вот силикон подстывает, всё вот это вот основание именно дерева, для того, чтобы, в случае чего, если вдруг какая-то будет небольшая утечка, например, наш, вот эта вот USB плита, она получается не разбухлась, да, чтобы эта стрельщинца, она не разбухлась, поэтому все вот эти вот края, мы полностью пролазуем силиконом, потом будем устанавливать вот такую вот уходную мойку, уже смеситель, подключение уже посудомоечная машинка, вот здесь посудомоечная машинка, такого вот, кто она, да, и установка стиралки и тому подобное. Я думаю, весь процесс работы вы увидите, сейчас мы будем переделывать канализацию, я покажу, как это получилось. Таким образом вот, ребята, мы сделали, здесь видим, стоят везде шиловские краны, это идёт выход для посудомоечной машинки, канализация с сифоном, и сюда уже будет сифон для нашей мойки, ну, для нашей мойки кухонной, вот, и вот так это всё примерно выглядит. Сейчас ещё подсоединим канализацию сюда, и, в принципе, всё это будет закончено. Вот так мы и закрепили, здесь, если видим, болтали, всё зафиксировали, мойку просиликонили, как я ещё показывал, все края. Вот, смеситель у нас уже стоит жёстко, и вот такого плана будет. Мы поставили вот с этой стороны, для того, чтобы было удобно открывать, чтобы, когда будет вода литься, чтобы не наливалась на руку, потому что можно, как бы, и в этой части было поставить, но это более практично будет. И вот так сколько выглядит. Всё. Сейчас мы ещё вот здесь вот просиликоним, видим здесь вырез для трубы, да, для труб, вернее, всё это просиликоним, потому что если мы сейчас это не просиликоним, больше никто это не просиликонит. Потому что я думаю, что это никому не надо будет. А это сбережёт нашу столешницу от дальнейшего воздействия, например, если будет, ну, не дай бог, какая-то вода где-то что-то прольётся, наша столешница будет идеально защищена от воздействия воды. Всё, сейчас я здесь наделаю, и мы уже перейдём к ванной комнате. Сейчас, ребята, я вам покажу, как подходит под гор. Вот. Ну, понятно. Обрезаем часть с верхней части для того, чтобы укоротить вот эту трубку, которая идёт в комплекте. Также чуть-чуть подрезаем. Вот. Потом с большой трубки с 32 диаметра также отрезаем кусочек. Вот, потому что нам не надо небольшую часть. Вот этот кусочек. Вставляем, который идёт в комплекте. Вот такая декоративная чашечка. Всё это смазываем силикончиком. Так. Всё, плотненько. Вставляем, смазываем эту часть. Вставляем угол. Вставили угол, дальше вставляем ещё один угол. Вставляем ещё один угол. И в этот угол вставляем ещё один угол. так у нас все это выходит потом сюда прокладочка подмазали подмазали ставили в эту часть чтобы не закусила резинку мы также промазаны силиконом ставили а лишь не песня ребята посмотрите все четко подогнали все аккуратненько у нас слив никакого засора нибудь никакой гофры стопроцентный результат сразу же напрямую лайфхак что мы будем продолжать дальше эту часть мы уже также сделали все же подсоединили все она закрывается вот сейчас подогнали и пойдем еще одну мойку также подсоединил наведем порядок и принципе будем уже собираться кстати еще останется сюда подогнать выходы для полотенцесушителя это уже будет полезно течение получается по средам это надо будет еще один день потратить на монтаж или на полотенцесушителя для того чтобы уже весь процесс работ был завершен что погнали дальше все стиральную машинку мы установили все закрепили выставили по уровню все здесь идеально вот такое подключение у нас умывальничка видим все работают вот такие вот аккуратно декоративные чашечки черные цветы также не закрывается можно открыть подключение сифонов все также как я вам говорю на полотенцесушитель на следующий день потому что у нас включение только полотенцесушителя за полотенцесушителя придется еще один раз сюда приехали в этой части установили закрепили видео вот так же видим через углы все кратенько сделали в принципе такой еще помните я вам говорил про полочки как выглядят вот эти здесь полки для того чтобы что-то можно будет поставить и здесь для наших всех этих коммуникаций так все это закрывается в таком шкафчике ну что смотрим как у нас получилась установка полотенцесушителя смотрите как мы делаем мы вначале вот эти вот штуки откручиваем запускаем их в центр вот от наших вот этих гильз потом здесь прикручиваем гайки а потом только накручиваем вот эти вот стержни и потом все это фиксируем потому что некоторые пихают сразу же с накрученными ребята так не получится так только вот верхней части видите верхней части мы их оставляем и прямо сюда вставляем вот сейчас здесь ставили и здесь ставили все и дальше мы будем подгонять и все это останавливать и вот так именно где-то будет все это выглядеть все работает полотенцесушитель уже греет все вот так шикарно выглядит везде видим чашечки все ровненько и заподлицо с плиткой так же самое и эти чашечки для крепления полотенцесушителя а для того чтобы это все можно было подогнать пришлось нам вот так если видим послезать несмотря на то что у нас черные чашечки вот мы аккуратненько все обрезали нигде не видно и так ничего вот таких две полоски почему потому что изначально мы выберем с учетом того чтобы толщина плитки клей вот так как стены были неровные пришлось здесь немножечко девочкам найти больше слой штукатурки вот для того чтобы все это подогнать чтобы все было в одной плоскости поэтому размеры изменились пришлось все это отрезать ну примерно так все получилось и напишите ребята в комментариях как вам такое вот преображение да увидели как это изначально было да и как на данном этапе это все стало что ребята если это видео вам было полезно вот для себя что-нибудь подчеркнули вот такой небольшой дизайнерский грубо говоря проект да поддержите нас лайком напишите какой-нибудь комментарий а с вами был Алексей и всем пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok